Здравствуйте! Начинаем наш сегодняшний момент. Здравствуйте! Меня зовут Анатолия. Меня зовут Анатолия. С вами Светлана Амельяна. Наталья Анатолия. Здравствуй. Это автор проекта «Избалзамя», где мы обучаем встребителям освоение визуальной машины. Да. И сегодня у нас... Смотри, опять мы сели в черте карты, непонятно. Потому что я круглоговорительная женщина. Сегодня у меня... Человек должен быть виновным. А хорошего еще будет? И он должен нести очень много радости. Чем больше радости, тем больше радости. Поэтому я не стесняюсь своих габаритов. И эта камера, как говорится, это стерпит. А они сегодня его не снищут? Да. Сегодня у нас вязание посиделка, на которую мы будем вязать очередной носочек. Носочек номер два. То есть носочек номер раз мы уже связаны, и носочек номер два у нас будет сегодня. Я надеюсь, что... Это же проект... А я нумерую. А я нумерую, мне очень удобно. В следующий раз шапка будет номер пятьдесят. Вау, юбилей. А носок будет номер два сегодня. Поэтому приходите на наши трансляции, смотрите, держите с нами. Во всяком случае эти видео остаются в открытом доступе. Можете посмотреть. И если вы пришлете нам отчет, что у вас получилось, мы будем очень довольны. Ну, пожалуйста. Маэстро. Администратор уходит за свою административную работу, а дозаватель... Ну, консулинатор. Администратор почти как создатель. Ну, можно сказать и так. Итак. Смотрим, на чем мы вяжем, из чего мы вяжем и, собственно, что мы вяжем. Вот так. Так. Треться, давайте тащим. Видим. Оп. Ну, достаточно. Оп. Ну, не по двумцам. Принокам. Несколько малого, а мы большие. Так. Ну, машина вяжена. Итак. Вяжем мы на двух фантомах. Все вяжем восемьсот сорокалом. Мы используем вот эти фантомы. Мы вяжем вот с новыми. Поэтому все наши шапки и носочки, которые мы будем выполнять, можно повторить на абсолютно любой двухконторной машине. И, скажу больше, на любой одноконторной машине. Потому что, в принципе, если вы замените резинку-планочкой или поднимите руками, эффект будет похож. Потому что мы... Ну, бывают такие зеленые, которые только на двухугольницах можно выполнить. А большинство вполне себе повторимы на любой машинке. И если вы имеете физическое умение общаться с вашей машинкой, то, что она тоже получит похожее из дуга. В прошлый раз. Мы специально купили манекены. Точнее части манекенов. Вот наш носочек номер один. Это то, что мы вязали в прошлый раз. Сейчас мы свяжем носочек номер два. И точно так же вам его подемонстрируем. Из чего мы вяжем? Это, в принципе, она. Слышно, только плохо. А шум только у меня. Девочки, а что у вас там за шум опять? Сейчас разберемся. Ну, тут как бы я все, что можно было, отключила. Все звуки отключила. Так. Ну, сейчас тогда я послушаю две секунды, что у нас происходит в пространстве. Слышно только плохо, а шум только у меня. Девочки, а что у вас там за шум тихо? Ну, вот как бы не знаю. Девочки, я ничего не могу сделать, потому что проверяли перед эфиром, все было нормально. Ну, значит, будет тихо. Все, вяжем дальше. Делайте поклончик. Что-то будит? Что-то будит? Компьютер у меня будит. Может быть... У меня будит или нет? Ну, как бы у меня компьютер рядом с камерой стоит, вот вентилятор работает. Может быть, он будит, но вот ничего не сделает. Так. Из чего мы вяжем? Мы вяжем на посиделках из масштейла с машиной. На машине, ну, из детской налоги пехолки. Это стопроцентный акрил, самый недорогой. Вот он. 200 метров 50 грамм. То есть 400 метров 100 грамм. Достаточно удобный для этой машины пряжек. Будет высокий объем, и он, в общем-то, угленно положится, и хорошо для себя в процессе вязания. Вязать из него вещи, имеются нындуль, потому что, понимаете, это просто на дешевоту, а синий век в коктейле. А вязать из него схему, рисовать из него, тренировать или убивать руку и отрабатывать макеты, просто наносить. Это, наверное, лучший материал, потому что его не жалко. Мы на нем потренировались, посмотрели, как выполняется изделие, как оно будет выглядеть, где какие нюансы. И берем эту пряжу, которую вам действительно порога снимать и вяжем ее уже без ошибок. То есть этот тренировочный материал абсолютно идеальный. Мы эти носки, эти шапки, эти вещи, которые вяжем на посиделках, не носим, не задаем, не вяжем на заказ. Поэтому они вяжем на изделие, чтобы вам показать схему вязания. Потому что схемки – это вибридное, требование в интернете из заявки. Дайте схему, дайте схему. Вот мы вам даем схему вяжем. Поэтому вопрос, почему вяжем на изделие и не принимаем, я объясняю. Мы вяжем на заказ. В основном, когда показывают изделие вяжут кому-то в заказ и заодно показывают. Мы так не делим. Мы сезон изделия и сами заказываем, что здесь в одном экземпляре. И показываем вам больше, как изделие, никуда не их будет. Что мы сегодня вяжем? На скучку. И будет состоять у нас двух частей. Вот с кем вязать. Я набираю 50 петель, провязываю 7 рядов, убираю часть, провязываю дальше, закрываю. Дву старую дистанцию и собираю насоски. Простейшая конструкция, проще и проще, по-моему, и некуда. Но попробую для такого набора полосочек создать объемные насоски. Так, моя задача набрать 50 петель. У меня схема нарисована более сложная. Я сейчас, вот, раз, прочитываю задание и вижу несколько прощей. Потому что набираем 50 петель, провязываем 2-3, то есть провязываем 8 рядов, набираем 20 и вяжем дальше. Можно набрать 1-1, будет проще. А вот этот 8 рядов, если на верхнюю часть. Так и сделаем. В общем, все хором жалуются, что и гудит, и тихо. Девочки, значит, мы можем вообще сегодня не делать, либо будем в таком формате. Потому что перед эфиром мы все проверили, все работало. Вы можете, как бы, еще полчасика подождать, чтобы мы заново запустили трансляцию и так далее. То есть найдете вы нас или не найдете. Поэтому давайте уж как-нибудь так. Я думаю, что по видео вы разберетесь. Говорят, что Наталью совсем не слышно. Вот я не знаю, что такое Наталью совсем не слышно. Мне тебя слышно. Вот я включаю звук, и мне тебя слышно. Наталья, а я ничего не могу сделать. Я перед запуском все проверила. Вот я все проверила, и все звуки были слышны. Гудит и тихо. Девочки, значит, мы можем вообще сегодня не делать, либо будем в таком формате. Потому что делайте громко, мы все проверили. Не можем понять, где это. Очень сложная конструкция. Не можем понять, где эта настройка сбилась. Все как всегда. Да. Зато вот точно настройки. Ладно, я постараюсь орать погромче. Там не пришла уверенность, что Наталья получится. Потому что чем хуже начали, тем лучше закончили. Так, у нас резинка 2х2 сегодня. Наход в таком виде. У меня 50 тысяч. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, что он подхватил трансляцию звука с компьютера, поэтому шум такой. А видео с камерой. Я не знаю, как переключить звук. Во время трансляции даже не буду. Слышно хорошо ничего? Да, вот. Да. У меня слышно хорошо, потому что я рядом сижу с компьютером. Ага. Чем будет все равно. Да, да. Мы переехали поближе, чтобы не пришлось говорить на так громко. Ну вот проверяли, проверяли, но все такое бывает. Техника это на грани катасика. У вас так с машинками, а у нас так с этой трансляцией. Она новая, неизведенная. Итак, набрали 50 петель. И тут два варианта. Сразу начинать. Тогда у меня будет красивый краешок, который мне в принципе мне все равно нужно перешивать, либо брать вбросовую нюху, я возьму второй вариант вбросовую нюху. Проверяю, что у меня все из двух отмата и давайте делать начальный ряд. Беру вбросовую. Ребенку, все как всегда. Девочки, я попробовала изменить микрофон. Скажите, лучше стало слышно или не лучше? Напишите, пожалуйста, в чате. Я разговариваю, чтобы вы могли немножко опознать голос. Так, вставляю штырь, навешиваю груз и провязываю несколько рядочков. Поскольку это брусовая нить, тут вообще не важно с какой плотности мы начинали. Начинаю штырь не вставляется. Вот, говорит, лучше стало. Лучше. Прекрасно, все, отлично, отлично. Главное, найди, где там это. Да, отлично, класс, класс. Вот видишь, главное, что вовремя спохватились, вовремя посмотрели. Девочки, очень сложная система. Вот я говорю, что мы вместе с вами. Вы учитесь в одном, мы учимся в другом. Так, провязываю два круговых ряда. Можно в принципе это и не делать при такой конструкции. Ну уж, на самом деле, я все время так делаю, потому что, если у вас есть какая-то привычка к определенному действию, вы в случае, когда эта привычка жизненно необходима, не ошибетесь. А так, то ли надо, то ли не надо. Несколько рядов бросили, все, срезаю, беру. Носок у меня будет желтый, поэтому мне нужен контрастный цвет к желтому и фиолетовому. Опять начинается, а можно повторить, что делаем, собственно говоря. Делаем носочек. Нет, в двух словах повторить. Что именно повторить? Мы делаем резинку, два на два, пятьдесят петель, тридцать и двадцать. Вот я набрала тридцать и двадцать, и сейчас мы будем с вами провязывать явиным полотном 70 рядов. Носок. Сегодня мы вяжем носок. Ну, следок, я бы сказала. Следок, да. На самом деле, назови его как хочешь, следочек, носочек. Доброе утро, Виктория. Доброе утро, все девочки одни и те же знакомые лица. Вот приятно, что уже вроде все узнают, а приходят все равно посмотреть, что у вас интересное. Я тут опять на днях наткнулась на такую шапку необычную. И я понимаю, что квадраты существовали до нас. Мы просто не выделяем с квадратами. Не выделяем с квадратами. Да, да, да. И я когда вот смотрю на такие вещи, я понимаю, какие возможности можно сделать. Вот как можно ее модернизировать, чтобы она стала совершенно крутая, вот как бы круть-круть. Ну, на самом деле, вот квадраты, на мой взгляд, они, это как черный квадрат. То есть это такой лаконизм, когда ты, вот если не подготовлен к этому, ты не понимаешь, за что там 27 миллионов долларов или евро. Но когда в это проникаешься, ты понимаешь, боже, какой я счастливый, богатый, что у меня этот квадрат есть. Вот из этой серии. То есть в расчете на подготовленного зрителя. Вот неподготовленным, конечно, очень тяжело. Они вообще не понимают, зачем вы этим занимаетесь. А интересно, вы попробуйте навязать, три года вязать квадраты и ни разу не повториться. И тащиться от этого. И тащиться от этого. Самое интересное, не только мы тащимся, всем нравится, да? Я больше скажу. Наверное, половина наших постоянных зрителей приходит посмотреть, не стащилась ли фантазия. Да, да, да. И честно, так и пишут. Не кончились ли квадраты, да. Я так и пишу. Так и пишут. Нет, это они поначалу, первые полгода писали, потом плюнули и сказали, не будем. Да и ладно. Да и ладно. Так, 70 рядов. Аккуратно, первый ряд. Видишь, чтоб все прихватилось, привязалось. Подтянули и маленький нюанс. Беру хвостик контрастный и делаю меточку, потому что мне нужно разделить 20 и 30 петель. 10, 20, 30, вот оно, вот тут у меня будет разделение. Тут и привязываем хвостик. И мы тащимся. Да, мы видим, тащимся. Я сейчас, пока Наталья будет 7 рядов вязать, я вам покажу слайдики про свинок. Вот это я показываю то, что связали наши участницы по мастер-классу свинка номер один. И свинку мы вязали, как все, кто знает, в прошлом году и позапрошлом году мы вязали, начинали с того, что вязали вот такой круг, который может быть как головой, может быть как тельцем. Вот видите, это у нас получилась свинка, которая может быть самостоятельно, как бы действительно как свинка, а можно ее использовать как голову. Поэтому это такое вот универсальное создание. В этот столик вырезали свинку номер два. Свинка номер два пока не произвела впечатление. Но я так понимаю, что это когда к голодному даешь кусок хлеба, он думает, что ничего вкуснее нет и наедается, съедает две буханки. Но потом, когда ему дают кусок мяса или сало, у него он уже как бы к этому, он уже сыт, ему уже в принципе это то, ну да, хорошо, но вот как бы и уже можно без этого обойтись. Вот я думаю, что здесь произошло по этому же принципу. Но мы вам приготовили еще две свинки, поэтому не объедайтесь, чтобы у вас хватило сил связать и всех остальных. Что у нас там происходит? У меня заломалась игла. И что делать? И что делать? И она мне отказывается вязать. Ну либо мы сейчас все вязание сдвигаем, либо я сейчас попробую с ней. А я тебе говорила, давай край не будем вязать. Это не тот край. Ну в конце концов я могу себе позволить сделать резинку 33 на 1. Пропусти эту свинку, пусть она у тебя будет вывести ее из положения. Я ее сейчас перенесу в другую сторону, от этого хуже не станет, но зато смогу вязать. Вот такие вот бывают непонятности. Мне хорошо, что они происходят в нашей жизни, потому что иначе было бы очень скучно. На самом деле хорошо. Так сейчас я подмечаю эту иглу, потому что она четко под замену пошла. У меня две иглы и заменяйте. Я помню, вторая, оказывается, тоже. Марина пишет, еле дождалась, что-то с интернетом. Ну, слушайте, у нас тут и с интернетом, и с чем угодно есть. Поэтому относитесь к этому спокойно. Мы почему проводим мастер-классы в жилом эфире? Не так, как большинство что-то там свяжали, записали, потом выкладывают. Мы с вами вяжем для того, чтобы вы видели, что у нас вот все точно так же, как у вас происходит. И, как бы, говорите, что вы за мастера, если у вас там иголка сломалась, или что вы за мастера? Да, мне всегда вот это восхищает. А у нас, да, принцессы, ну, да, принцессы, они такие. Все, все провязывает, это главное. Кстати, хочу предупредить, может быть, кто-то не знает, как раз вот по поводу иголок, что на передней и задней игольницах иглы разные. Поэтому, девочки, у кого двухфонтурная машина, и вы еще ни разу не меняли, не ломали иглу, и не имеете мешка иглов запасных, заботьтесь этим вопросом. Заранее. Заранее. Чтобы не оказалось, что вам придется… Потому что, если вам придется менять иглу в середине, придется брать ее с краю, и вы таким образом делаете ущербную игольницу, она становится меньше. Поэтому ищите иглы, берите иглу, которая у вас есть, смотрите четко, какого она размера, они все разные. Иглы не меряны разного размера, ищите точно такую же, как у вас на машине. Не по описанию, а просто снимите с машинки и ищите. Заранее. 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 Шестьдесят. Часть петель я закрываю тут. Можно разными способами. Я сейчас просто закрою. Даже не буду ничего придумывать особенного. Закрываю как есть. Можно. 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 Вот знаешь, можно исхитряться. Можно. Можно. Множество способов. Мы можем набросываю нить, открытые петли там вшивать, чтобы не видно было. Знаете, моя задача сейчас все-таки в том, чтобы показать вам схему носочка. Как его из полосочки собрать. А вовсе не какие-то способы вязания. Вот мы себе поставили такую задачу. И мы эту задачу выполняем. То есть задача показать вам, как совсем просто можно связать носок. Если вы хотите связать какое-то дизайнерское изделие, прямо которое будет стоить 100 тысяч рублей, это немножко не сюда. Это в другое место. Потому что здесь у нас все-таки в расчете на новичков. Для тех, у кого есть сложности по вязанию. Потому что регулярно пишут письма, покажите как сделать то-то, покажите как сделать то-то. То есть человек, который умеет, он не будет спрашивать. Поэтому мы работаем с новичками. Нам с ними очень нравится. Они очень эмоциональные. Они радуются, как дети. А через какое-то время они привыкают, и для них это становится рутиной обычно. А пока они учатся вязать, они готовы любые заказы брать за бесплатно. Чуть-чуть умеют вязать, уже говорят, я бесплатно не работаю. Все. А я бы вот наши посиделки разделила на две категории. Для тех, у кого есть проблемы с вязанием, кто только начинает, и для тех, у кого этих проблем нет. Но им скучно. Им скучно, потому что вот эту схемку они могут переработать в шедевр. Я в одной из соцсетей опубликовала пост, мы вязали шапочку Бини. Вот кто помнит шапочку Бини, которую мы в прошлый раз вязали, с таким оригинальным узором, и еще и на затылке у нее была складка в виде молочного пакета. И вот одна из девушек написала, говорит, я так хорошо умею вязать, мне уже так все это скучно, но ваш мастер-класс смотрела, открыв рот, не могла оторваться. То есть сидела два часа, смотрела, открыв рот. И я спрашиваю, а что там такое? Она говорит, необычно. Вот просто необычно. То есть людям надоедают эти стандартные приемы. Поэтому мы не ставим задачу вот действительно научить, вот ходите на наши мастер-классы, вы научитесь вязать. Нет. Ходите в нашу школу вязания. Ходите в школу, вы научитесь вязать. Здесь мы все-таки, это творческая мастерская. Мы не столько обучаем вязать, сколько обучаем вот как бы видению креатива, видеть необычное, то есть как можно получить необычное изделие простыми способами. Если вы обратили внимание выкрепку, который вам Наталья показывала, она квадратная. То есть квадрат, квадрат, квадрат. Мы уже как бы заигрались эти квадраты и все свои изделия стараемся вот максимально к ним приближать. Что у нас тут? Я, наверное, не проснулась сегодня. Я точно не проснулась. У нас вот утро тяжелое, я не знаю, мы совы очень тяжело по утрам в себя приходим. Нет, я не сова, я жаворонок, но я просто очень устала. Ты неправильная жаворонка. Я неправильная, да, я неправильная. По утрам я сова, по вечерам я жаворонок. Да, да, да. Самое тяжелое время это до Нового года. Как только Новый год прошел, сразу дело идет к весне и уже веселее. У нас такие вешки приятные, да, неприятные ноябрь. Можно у тебя пока дети, то у тебя каникулы, хорошие вешки. На самом деле, сам человек себе сам делает вешки. По природе эти вешки, вот ноябрь, да, он у нас тяжелый. Климат такой, то есть те самые тяжелые. А мне нравится. Но зато, ну когда с лякой тут непонятно, холод не непонятно. А мне лучше, чем 30 градусов минус. Это само собой. Вот, поэтому как лучше ноябрь, чем февраль. Да. Но опять же, дело идет к Новому году, уже проще, уже как бы… Вы подарочки уже копите? Мы уже копим, но вот как бы… Так. Я вот твоих свинок коплю в подарок. Это самое хитрое. Да, конечно. Оказалось, тебе это проще всех. Да, да, да. Я твоих свинок коплю в подарок. Да, да. Я этих животинок регулярно раздариваю своим этим друзьям знакомым, с кем я встречаю Новый год. И они так радуются, вот действительно, потому что они не ожидают этого, что можно вот такие… такую ерунду вязать, что вот можно это создавать своими руками. Так ерунда… Потому что сейчас большинство людей, они не рукодельные. Они даже не понимают, что… как… не купили… то есть, когда купили, они понимают, но они не понимают, что когда купили, что кто-то это сделал. То есть, кто-то – это можно, но ты… вот как бы не ожидали от тебя такого. Так, 60. Да. Ну ладно, все, прошу. Ну проснись уже. Может тебе кофе принеси? Я уже… Нет, если мне не надо… Проснись, проснись уже. Хорошо. Проснись, красавица, проснись. Проснись, сам крутой негой взоры. Навстречу утренней авроре, звездой севера. Я как явлюсь, как явлюсь. Я стараюсь. Я стараюсь. Так, я провязываю… на самом деле вот то, что я сейчас буду делать, можно не делать. Это цветные полосочки. Мы решили украсить. Как это не делать? Делать. Чисто технологически. Это не обязательно. Да, можно вообще носки не вязать. Да. То есть, ты вот как бы ерунду говоришь какую-то. Обязательно полоски. Обязательно. Но полоски они украшают. Нет, посмотри. Вот представь себе. Однотонное… Однотонное он бы потерялся. Вот все, все. Вот мы здесь точно так же делаем яркие полосочки. Вот такие же. Вообще полоски, как квадрат, это наше все. Наша любовь. Наша любовь, да. Любимая отделка. Не потому, что мы по жизни любим полоски, а потому, что это стиль вязания такой классатенький. Поэтому сейчас я тоже делаю полосок. У меня… Вот знаешь, руку мастера всегда видно. Наверное. Я вот раньше как бы думала, как вот они могут картины там определять. На кого похожи, на кого не похожи. Но рука мастера не знаю. Вот я как бы даже по свиньям вижу, что… Наша свинья. Наша свинья, да. Да. То есть я ее вижу, присылают, но я вижу, что вот как бы наш мастер-класс вот как бы никуда от него не деться. Угу. Так. Две розовенькие, две зелененькие. Ну что, и две желтенькие. Так понимаю. Одна розовая. И так далее. И заключается. Одну розовую. Да. Да. Так они симметричны. Да, да, да. Так, две зелененькие. Раз, два, два. И, наверное, две желтенькие. Ну, две желтенькие, потом опять как бы в обратную сторону. Угу. Да. Две желтенькие. У меня шесть. Значит, сейчас провязываю розовенькие. Как мне нравятся правила нарушенки. Вот Наталья делает эти, не подвешивает ничего. То есть, когда пишут, как настроить нитевод, как настроить нитевод. Я вижу, Наталья берет без нитевода, ручкой держит и ничего у нее не зацепляет. Потому что она знает вот эти тонкости, с каким натяжением нужно это делать, как это нужно поддерживать. Если человек, который правила не знает, начинает нарушать, то, соответственно, у него вообще ничего не получается. И он говорит, неправильная машина. Машина неправильная. У некрасовой получается, а у меня не получается. Значит, мне дали проповую машину. У некрасовой просто опыт и интуиция. У некрасовой лень повышенная. Мне очень нравится, как девушка написала, это не лень, это, там было написано, это как-то рациональный подход. То есть, не тратите лишнее свое время и силы на то, на что их можно не тратить. Я просто хотела обратить внимание, сколько бы времени я ковыряла с этим нитеводом, если бы каждую ниточку я бы сейчас вставляла, выбирала из нитевода. Ты меня напоминаешь кружевницу с этими котлюшками. На самом деле, есть сменник цвета. Меня даже попрекают периодически, почему я им не пользуюсь. Он меня лежит в коробочке. В чем настолько не попрекают? Если мы будем на все отвечать, то знаешь, как бы вязать будет. В сменнике цвета есть, но я им не пользуюсь. Не могу сказать, что принципиально. Я им просто не пользуюсь. На тему, до которой у меня, сменник цвета не обязателен. Он обязателен для вязания узоров серьезных, жаккардов, для того, чтобы, действительно, норвежские эти жаккарды многоцветные, там, да, там вот умрешь, ручками перекладываешь. А здесь… Я вот хочу сказать, что вы смотрите, и вот вы не видите часть действий, которые делает Наталья. Вот она обрезала нитку и совершенно незаметным движением дёрнула нитку в нитеводе. Нитевод натянулся, нитка не провисает. Вот то, что ты сейчас делаешь. А вот этого не видно. Вот я даже не обращаюсь на это внимания. То есть, у тебя каретка здесь, ты совершенно незаметным движением дёрнула нитевод, подтянула, натянула. Всё, у тебя каретка, опять же, нитка здесь натянута, всё, ты дальше начинаешь вязать. А такие вещи, они должны быть автоматом. А их не видно в кадре. А их в кадре не видно. А люди думают, что вот так вот как есть, так и есть. Если вы будете думать над каждым дверью, ну это как когда мы ходим или едим что-то вкусненькое, мы же не думаем, как мы сейчас будем пережевывать это или как мы шаги делаем. Вот всё естественно. Так, восемь. Восемьдесят шесть, а ты мне пока посчитай. Семьдесят шесть минус восемь. Ну это шестьдесят шесть, шестьдесят восемь. Шестьдесят восемь? Точно. Да. Шестьдесят восемь. Хорошо. Семьдесят шесть минус восемь. Ну шестнадцать это да? Да. А почему ты без калькулятора живёшь? А у меня ты есть. Ну как? Сейчас пойду всё сколько. Не, уже не надо. Он на столе лежит. Тогда двадцать один минус восемь. Тринадцать. 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 Продолжение следует... Так, и теперь я повторяю те же самые полосочки, в том же самом виде и в том же самом порядке. Просто симметричные полоски. Да, да, просто полоски. Вот точно такие же, два розовеньких. Мы решили без излишниц. На самом деле здесь уже есть резинка, и этого, в принципе, было бы достаточно. Ну, здесь будет еще одна отделка, поэтому... Ну, мы решили, мы не любим сильно монохром, поэтому мы решили все-таки добавить немножко яркости сюда. Вы сами посмотрите и поймете, надо вам или не надо. Ну, я хочу сказать, что девочки, когда они пользуются нашими этими схемами и уроками, они прекрасно адаптируют под свои желания. То есть, посмотри, носки бывают и одного цвета, и коричневый, и черный, и такие же цветные, и совершенно других цветов. То есть, каждый воспринимает правильно и выполняет так, как ему нравится. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что мы сейчас публикуем все те записи квадратных посиделок, которые прошли у нас в течение трех лет, и если вы не подписаны, то вы это все пропустите, потому что соцсетей очень много, все подписываются на множество групп, и в этом случае вы просто пропустите этот наш мастер-класс, если вы не подписаны на YouTube. На YouTube вы будете просто получать уведомление о том, что какое-то видео открыто. Вот, а кроме того, мы, вот проект, который сейчас вяжем, следочки, мы провели опрос. Я люблю принимать решения, но, как говорится, с обществом надо посоветоваться, потому что иногда бывают очень умные вещи, подсказывают. И проект, который сейчас идет по вязанию носочков, мы назвали «Одежки для ножки». И вы можете на нашем YouTube-канале подписаться в плейлист, и тоже будете смотреть, заходите смотреть все те видео, которые в этом плейлисте будут находиться. А также у нас есть несколько еще дополнительных плейлистов, где мы вяжем шапки, и там целый день шапок. Этот плейлист называется «Связали-побежали». Я хочу сказать, что мы не думали, что у нас будут носки, и если бы мы заранее это делали, то, конечно, бы носкам мы дали бы название «Связали-побежали». Но когда мы вязали шапки, то мысль была такова, что ребенок пришел со школы, ему нужна шапка, мы ему шапку связали, и он побежал дальше учиться в школу либо куда-то. Поэтому проект по вязанию шапок назван «Связали-побежали». Я заканчиваю. У меня два рядочка заживых. И все. Желтый можно отрезать. Собственно, первую деталь мы уже провязали. Нанимаю лишнее. Не натягивалось. Можно закрыть, можно опять же на брусовую нить, можно на... Ну, давайте на брусовую нить. Потом сошлю. Потом место... Меньше будет грубости, если мы на брусовую нить все это снимем. Так, сейчас сразу вяжем вторую деталь. Вторую деталь я хочу связать резинкой один на один. Вот такой вот разброс. Один на один. Часть, часть два на два. Ну, вот такая вот у меня... Такое видение у носка. Поэтому, если вы хотите, опять же, вяжите так, как считаете нужно вы. Никаких указаний на сей счет, естественно, нет. Мы всего лишь показываем вам схемку. Вот мне так это слово «схемка» не нравится. Она жарбонная, вот она настолько... Ну, это самое понятное слово, потому что это то, что... Можно говорить «схема» хотя бы. Вот схемка, понимаешь, схема – это уничижительная, уничижительная. Понимаешь, человек не уважает вот то, чем он занимается. Потому что схема – это, значит, продукт, над которым трудились, создавали. Схемка – это что-то такое совершенно... Это то, что ничего не стоит. Вот, и дайте мне вашу схемку, да. Вот, потому ходят и просят, потому что это ничего не стоит. Дай. Иногда вот так и пишут. Дай. Все. Должны. Так, собственно, первая деталь у меня готова. Вот она и получилась. Именно такая, как мы и нарисовали. Ну, вот это вот моя бракованная игла. Я думаю, что мы переживем. Вот, 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 вот. Узорчики, рисуночки. И вторая часть. Которую мы сейчас должны с вами вырезать. Сотворить. Сотворить. Сейчас мы ее сотворим и будем заниматься уже, собственно, самой сборкой. Машину будем убирать и сборку. И, насколько я помню, эту часть мы хотели связать розовенькой. Я не ошиблась. Нет, нет. Я не ошиблась. Чудо-чудо. Я еще что-то помню. Потому что обсуждение, как всегда, происходило в 12.04. Первая часть. И за три минуты до начала вторая часть. Ну, что делать? Туда можем? Это к тому, когда Светлана говорит, ну, очень долго обсуждали. Это меня всегда так веселит, потому что в нашем исполнении очень долго. Это вот пять минут до начала с одной, до сна, и пять минут до начала с другой стороны. Это было потрачено время. Ну, зато самое главное, какой будет эффект. Итак. Резинка 1 на 1. Это секреты, которые не должны выходить наружу. Понимаешь? Вопрос. За что деньги берете? Пять минут обсуждали. А вы попробуйте на пять минут наобсуждайте себе чего-нибудь, что всем понравилось. Нет. Здесь вопрос. Опять же, все делается. Знаешь, когда мне пишут, а не дороговато ли берете за свои уроки? А не покупайте. Здесь вопрос. А что, вы полчаса вязали, за что деньги-то берете? Ну, я же всегда говорю, слушайте, ну, мы же не благотворительная организация. Для вас дорого, понимаете? Для вас дорого самолет, но не покупайте самолет. Для вас дорого мерседес, но не покупайте мерседес. Какие претензии-то идут к производителю и говорят, как вы смеете, мы пенсионеры не можем себе позволить. Ну, блин, ну, о чем вы думали раньше? Причем тут люди, которые работают, почему они должны вам? Вот одно дело благотворительность. Благотворительность я понимаю. Но не тогда, когда человек приходит и говорит, ну-ка быстро дай мне сюда. Не дороговато ли у тебя там это? Не слишком ли ты жирно хочешь кушать там это? Не слишком ли хорошо хочешь жить? Я работаю, я зарабатываю, я думаю, я по ночам не сплю. То есть то, что мы с Натальей обсуждаем пять минут, это вовсе не значит, что на это потрачено пять минут, потому что... Потому что это выборка из множества идей, из множества разработок. Которые были перед этим, понимаете? Вот когда человек продает свой труд, он продает не труд, который сейчас пять минут, а свой опыт, который набирал в течение двадцати лет, и который он смог за пять минут переработать и выдать какой-то новый продукт, которого не было. Поэтому есть очень мудрое изречение, которое звучит так. Первую половину жизни мы работаем на свой опыт, а вторую половину опыт работает на нас. Вот и всё. То есть сначала мы учимся и тратим на это силы, время, деньги, а дальше уже как бы всё, слава приходит, и мы уже только манипулируем туда-сюда, направо-налево. Поэтому меня просто оскорбляют вот такие письма, когда а не слишком ли дорого вы берёте за свои уроки? Хочу, столько беру. Я вот свой труд так оцениваю. Приучайтесь точно так же отвечать, потому что пока вы учитесь, вам это непонятно. Когда вы станете мастером, вы будете вспоминать, сколько сил вы потратили, сколько трудностей было, сколько, я не знаю, даже денег на эти самые иголки, которые ломались. Ну, когда какая-то девушка пришла вам заказать суперпанта, говорит, а не слишком ли ты дорого берёшь? Я хочу за шоколадку. Да, за шоколадку. А я ещё подумала, давайте тебе эту шоколадку. Да, да. Так что все такие. Учитесь себя оценить, но чтобы научиться себя оценить, нужно научиться ценить чужой труд. Вот как бы никуда от этого не деться. Так, резинка один на один. Проверяем. И в отличие от того, что я начинала носок, как придётся, не облабосывание, сейчас у меня нормальный хороший край, он мне нужен тугой. Поэтому я делаю заработок традиционный на ноль. Ну, ноль не люби, а ноль, честно говоря, не люби. Я хочу нас в единичке, чтобы не сильно перетягивало. Марина говорит, а пусть не покупают, если дорого. Да. Так они и не покупают, но при этом комментируют. Но, да, да, очень любят комментировать, а не слишком ли дорого. Нам, пенсионерам, не купить. Иногда и не пенсионерам. Нет, вопрос, а почему вы думаете, что я для вас связала? Я связала для того, кто может купить. Вот не для вас специально, Мария Ивановна, а для того, у кого есть деньги. Поэтому, как бы, вы не моя целевая аудитория. Проходите мимо. Вот туда, где вот это собес или ещё что-то. То есть, я правда не понимаю, когда люди вмешиваются в чужую жизнь. Это вот, представьте себе, Мария Ивановна приходит к вам домой и начинает рассказывать. И суп ты неправильно готовишь, и муж-то у тебя там не такой, и дети-то у тебя плохие. Вот это из этой серии. Слушай, идите к себе, и там своих тараканов плодите. А ещё очень восхищает, когда учат уроки вести. Так, вам бы немножко изменить здесь, немножко и было бы, всё отлично. То есть, приходит какой-то левый человек и рассказывает, что мы должны ему сделать. Чтобы ему было хорошо смотреть. Вот тоже очень интересный подход. Переводите всё на себя. Хотите, чтобы кто-то ходил и вам так в лицо тыкал. Не здрасте ничего. Есть выражение, есть выражение очень мудрое. Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Вот, то есть, если вы мозги всем выносите, вот подумайте о том, каково вам будет, когда вам кто-то будет капать вот это всё. Так, а я сейчас первый ряд сделала на единички. Два круговых провязываю на тройке. У меня 80, так я не сказала, 85 или 7 рядов. Это планочка. Мы сейчас вяжем маленькую, тоненькую планочку. Общий ряд. Машинку за шоколадку, разве что не убитую, кто-то отдаст. Ну, слушайте, бесплатно отдадут не то, что там за шоколадку, только возьмите. Ну, не все вяжут, не все вяжут. Некоторым вяжут. Ну, кто... Не, вопрос-то, вопрос-то, не дороговато ли? Так, слушайте, возьмите сами себе свяжите. Попросите, чтобы вам подарили машинку, не знаете, дети пусть купят. И вяжите себе, и будет вам очень бесплатно. Вот я говорю, когда человек не понимает в чём-то и приходит, рассказывает, как надо, я всегда говорю, милости это как бы жизнь полна неожиданностей. Открывай свой канал, открывай свой магазин и делай всё, что хочешь. Не надо выносить мозги людям, которым вообще не интересно ваше мнение. Что-то я сегодня знаю, не выспалась. Не выспалась. Сильно не выспалась. Очень не выспалась. Поэтому давайте я расскажу по поводу того, почему отдают машинки и почему можно получить бесплатно. Ну, потому что вы видите размер, но вот это, конечно, в два раза больше. Вот там в углу у меня стоит Нева. Не могу сказать, что она занимает много места, но она как бы нашла свою нишу, поэтому она в этой нише стоит. Если эту нишу убрать, когда мы жили на старой квартире, нам пришлось отодвинуть от стены шкафа на размер этой Невы, чтобы туда запихивать коробку. Другого места нет. То есть оно требует места. И просто так на антресольке это не положишь, и некоторых это бесит. И выбросить жалко, и вязать не будут. Поэтому только заберите. Можно получить вдох. Подтягивайте обязательно полотно вниз, если не хотите, чтобы оно у вас слетело и заживалось. Ольга, давайте как евреи. Не хотят покупать, давайте поднимайте цены. Мне очень нравится принцип распродаж в торговых центрах. Идеальная конструкция. Я Наталья рассказывала, я просто усмеялась. Хотела себе купить средства косметические. Значит, 180 рублей. Ну, думаю, вот сейчас уходит распродажа с 50%, пойду две штуки сразу куплю, одну Наташке подарю. Прихожу, у них распродаж 50%. Эта фигня стоит 700 рублей. Я просто чуть не упала. 700 рублей. То есть было 200, стало 700. Не то, что там, ну да, можно за половину купить, но будет все равно в два раза дороже, чем она стоила изначально до этого. Вот я говорю, я по стеночке просто вышла оттуда вообще и решила больше туда никогда не ходить. Я так покупала платье, поэтому я, в принципе, зимний новогодний распродаж в нашем конкретном регионе уже нужен. Это везде. Это везде. В принципе, везде такой, но у нас распродажа представляет из себя немереное задирание цен и переписывание ценников. Все. То есть перед Новым годом все это, причем я мужу рассказывала, он смеется, говорит, это на мужчин рассчитано. Я думаю, женщина, пойду сейчас косметику покупать. Это мужская аудитория, которая... Которая не знает, сколько это изначально стоит. Они не знают, сколько это стоило. Ему надо купить. Ему надо купить и подарить. Вот на них и делают деньги. То есть это именно для мужей. Женщины себе в Новый год косметику не покупают. Как правило, только подарок. Вот правда, мужчины, покупающие косметику, это, конечно, комедия. Потому что... Ну, при этом, да, он сказал, я бы тебе, конечно, там тушь какую-нибудь покупать не пошел. Это все-таки как-то требует слишком долгой работы с нервами и мужским сознанием, что это такое тушь, и как ее покупать. И как ее пользоваться вообще? Нужна ли тебе именно такая, а не какая другая? Нет, это просто андрейген. Нужна такая, купишь не ту. Нет, приходишь, а там это 28 вариантов. Вот как вот выбрать? Девушка, помогите мне выбрать. А вам для кого? Вам для кого? Для жены. Ну, для жены тогда вот это. А вам для кого? Для подружки. Для подружки тогда вот это. И все то же самое. Нет. Так. Что-то такое. Ой. Сейчас летела. Сейчас мы ее поймаем. Как я ее так упустила? Вот оно. Все связано. Достаем. Уголки. Нить не отрываю. Сейчас я этой же нить ее буду привязывать в наше полотно. Грузу сниму, потому что я их оттягиваю сильно. Можно камеру немножко подниму, посмотри-ка. Сейчас, 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 сейчас. Ой, ё, 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 камера, камера. Кто у меня торопит? А, она тут отвалилась. У меня несчастная тренога. Боевая. Поэтому за ней надо следить и следить. Так, вот резиночка розовенькая, достаточно тугая. И она висит. Даже снимать не буду гребенку, пока она оттягивает. И ладно, хорошо висит. Сейчас беру мою конструкцию, вот эту вот. И первым делом определяю, где у меня тут лицо, где у меня тут изнанка. Ну, на резинке, наверное, без разницы. Но у меня брак идет изначально, потому что проблема с иглой была, поэтому лицом я сделаю вот эту часть. Где у меня будут лицевые петли, их не так видно, чем вот здесь вот изнанка. Поэтому это лицо. И лицом к лицу сейчас буду вот это полотно надевать на иглы. От точки до точки. Надеваю. Но прежде чем делить, делю вот так вот примерно вот эту часть пополам и вот пополам. И потом еще одну, одну четверть, наверное, берем с этой стороны и с этой. И вот эту вот четверть я должна зажать как можно меньше, вот на середину. Планку не трогаю. Вот она как шла, так она тихонечко идет. Сейчас я метки поставлю. Где у меня эта самая четверть, чтобы не путаться? Ну знаешь, я хотела сказать, что вот, кстати, я сейчас приготовила слайды. Покажу, если они получаются. Носочки из прямоугольников. Мы с Натальей все-таки действительно очень любим логику. Я бы сказала, что я, ну как бы, вот математик, в душе математик логик. Для меня вообще просто невероятное удовольствие открыть какой-то новый закон Ньютона, да, закон Амельян. Я ищу те варианты, которые приводят к простейшим путем, к наиболее эффективному результату. И мы с Натальей, когда обсуждаем, что же мы будем, каким образом мы будем это все делать, я всегда ей говорю, давай подумаем, как достичь самого большого эффекта. Вот как бы вот какого эффекта у нас мы хотим получить и как это сделать самым простым способом. То есть мы обозначаем цель, к которой мы хотим идти и выбираем из 5, 6, 7, 8, 9, 10 вариантов, выбираем из них наиболее простой, который наиболее близко подходит к желаемой цели. Вот носочки из квадратов – это как раз вот тот вариант, когда в итоге должно выглядеть как носок, а что вяжем вообще непонятно. Непонятно, как это выглядит, то есть когда не надето на ногу, вообще какой-то паровоз получается. Вот носки, которые мы вязали и в прошлый раз, и вообще на посиделках на квадратах вяжем, они выглядят совершенно убого. То есть они настолько непривычны по внешнему виду, по тому, как мы понимаем, должен выглядеть носок классический, но когда мы надеваем на ногу, он выглядит как обычный носок. И это вот невероятное удовольствие я получаю от того, что мы пришли к тому результату, который должен быть, но мы не задействовали пятку, мы не задействовали там частичное вязание, сложные расчеты, ничего. Две метки сняли, все, и по ним все связали. Вот этот мастер-класс, он тоже можно отнести к разделу квадрата некрасовый, потому что исключительно прямоугольники, но важно знать, в каком месте, сколько, что сделать, собрать, пересобрать, где вот эти пропорции, которые превращают прямое полотно в какое? Объемное, фактурное. Да, фактурное, как бы прямое полотно в частичное вязание, скажем так. Обычное, традиционное, скажем так, потому что обычно эти полотно достаточно сложные. Мы вяжем, я вот когда сказала, что мы быстренько там 3 минуты, а, и все сделаем, на самом деле, если уж совсем открывать тайну, вот с этим носком я провязывала 2 макета, потому что не так все просто. Нет, когда ты мне говоришь, мы 5 минут обсуждаем, а на самом деле... Так мы обсуждаем 5 минут, а потом я еще провяжу макет. Да, да. Нет, поэтому, вот когда я тебе говорю, мы долго это делали, долго заключается не в том, что мы с тобой 5 минут потрындели, а именно в том, что идет подготовительная работа. Возготовительная, я это все на бумаге, потом мы с Натальей обсудили, она как поняла, вот она сделала, потом еще раз обсудили, потом еще раз обсудили. Поэтому, когда ты говоришь, ну всего 5 минут, вот как бы мне даже обидно, потому что вот ты свой труд просто не ценишь. Ты не учитываешь того, сколько ты сидела вот это прорабатывала, думала над этим, вязала эти образцы, и потом вот мы сейчас тоже перед самым началом тоже обсуждали, а что мы будем делать, а будем ли мы делать плоскую подошву, либо рельефную подошву сделаем. То есть, кстати, там можно было поменять, но это все как-то... Поэтому, когда будет связано, то мы вам скажем, где можно что поменять, для того, чтобы было понятно, какое многообразие возможностей у этого носка. Вот, и еще раз скажу, что вот такие мастер-классы для нас Натальи, ну, огромное удовольствие доставляет, потому что, понимаете, это лаборатория. Вот если кто-то занимается вязанием исключительно для того, чтобы связать готовые изделия, то мы с Натальей готовые изделия вяжем в исключительно маленьком формате, потому что адреналин такой же, но ты его получаешь в гораздо меньшее время, чем если ты вяжешь кофту. То есть, вяжешь кофту там 3 дня, 4 дня. Вот в порте адреналина там 2 миллиграмма, да, на миллилитр крови, вот такая же, но растянутая в пространстве 5 дней, либо же она у вас в течение 2 часов. Поэтому нам гораздо больше нравятся именно вот такие мелкие вещи. Поэтому мы все время говорим, что мы певцы мелких форм. Нам нравятся игрушечки, вот носочечки, как изделия, рукавички, шапочки. Как изделия становится больше, чем вот этот формат, оно нам уже становится неинтересно, потому что вместо вот 70 рядов на носок надо будет 700 рядов провязать. Ну, это грубо, но принцип тот, а носок-то тот же получится. То есть, само собой, я опять рекомендую вам провязывать образцы, опять же, показываю этот окрыл именно для отработки, потому что, если даже этот носок вы возьмете по моим меркам, у вас получится мой носок, вам нужен ваш носок. Поэтому отработать все равно придется. А как? Не на кашемире же отрабатывать-то? На том, что не жалко. Да, очень люди удивляются, когда мы же вам показываем эксперимент. Вот представьте себе, что... То есть, вы можете себе представить, что кто-то сидит и пробники вяжут на кашемире, и отрабатывает, как он будет там, узоры эти, и все это на кашемире, который там, сколько там, 6-8 тысяч за килограмм. Да, вам показывают уже какой результат. Готовый результат, готовый. Мы отрабатываем на акриле. Девочки написали, что кто-то заказал, вот Виктория писала, что ей заказали кашемировые носки. Пожалуйста. Но если вы вяжете пробник, то есть, если вы уже знаете, как вы будете вязать, то да, можно из кашемира. А если эксперимент, как у нас, ну, никто не будет из дорогой пряжи. Никто не будет пробники. Вот, например, сейчас у нас в мастер-группе четвертый курс делает пробники, сажаем форму на себя. Но никто не берет батист или шелк натуральный, или там кашемир, или что-то, какой-то драб никто не берет. Берут эти старые простыни, берут такие старые вещи, которые уже пора было выбросить, но мы нашли хорошее применение. И на нем делают пробник. Но готовые изделия, я уверена, что будут не из акрил, а будут из хорошей дорогой пряжи. Потому что они уже научились вязать, отработали эти формы, и они посадили выкройку на себя. Все, они уже уверены в результате. И поэтому готовые изделия будут вязать, да, из дорогой пряжи. Может быть, кто-то из кашемира будет вязать. Как бы не проблема. Но проводить эксперименты на кашемире, меня удивляют эти люди, которые, вот не понимая вообще, в чем дело, дают рекомендации, как надо. Почему не из кашемира? Ну, вяжите носки из кашемира. Ну, в чем проблема-то? Всегда меня еще тоже очень радует, очень. Слова «все» или «никто». Вот «все» вяжут из кашемира, а вы из акрилы, да? А мы не такие, как все. Мы экономим ваши силы, время и нервы. Мы вяжем из антистресса. Потому что показываем, что отработка, она точно так же важна. Для кашемира нужно иметь устойчивую нейронную систему в том плане, что вы должны понимать, что делаете. Нет, уже должен быть опыт. Вот на кашемир переходит уже с опытом. Понимаешь, вот когда ребенок маленький делает кораблик из бумаги, когда ему там 20 лет, 30 лет, он работает на заводе и строит яхты там, он уже делает из других материалов. У него уже есть опыт. Но попробуйте дать ребенку маленькому инструменты, чтобы он яхту построил. Ну, что будет? Ничего не будет. То есть должно возникнуть желание и опыт, который мы потом в дальнейшем уже перекладываем на готовые изделия. Поэтому у каждого свой путь. Я говорю, что меня очень раздражает, когда мне рассказывают, как я должна. Я никому ничего не должна. Я выбрала свой путь, и я им делюсь с вами. Если вам интересно, я готова с вами поделиться и научить вас тем, что интересно мне. Но если вам интересно что-то другое, как мне говорила один из моих учителей, крестик наверху и goodbye. Все. Зачем рассказывать, как я должна именно для вас? Давай о чем-нибудь хорошем. Мы сегодня вяжем чудные носки, а потом я буду угощать тебя вкусным кофе и совершенно необыкновенными кексиками. Мои фирменные кексы. К сожалению, всех угостить не могу. Достанется только Светлане, потому что она... Ну, я съем за всех, ты не переживай. Аппетит у меня хороший, и желудок вместительный. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки и дизлайки, и не забывайте присылать нам ваши отчеты. Очень приятно, да. Потому что очень приятно, действительно, что мы вяжем не для себя, а вяжем для того, чтобы эти носки вышли в мир и кому-то пригодились. Потому что носочки, связанные крючком, либо спицами, очень много. Но, видимо, опыта не хватает. Или я не знаю, что. Но почему-то никто их не перекладывает на машинное вязание. Потому что машинное вязание кажется чем-то совершенно чуждым крючком. Но те, кто вяжет у нас, понимают, что нет никаких невозможных дел. У нас, кстати, как мы живем, в искусстве осознанных ограничений со Светланы. Это как вязание с квадратом и вязание на вязальной машинке исключительно. То есть мы не применяем никакие другие отделки и это должно показать вам возможности наших вязальных машин. Поэтому все отделки полные, мои ноги-ноги, утри ноги, все, что мы выполняем, мы выполняем на вязальной машинке. В том числе и отделки. И машина прекрасно с этим справляется, надо сказать. И вот то, что у нас получилось. И сейчас мы это... Веселенькая получилась. Веселенькая, да. В сравнении с вишневой... Ну слушай, вишневая, она вот... По мне они такие монументальные, они вот действительно вот солидные носки получились. А эти должны быть веселенькие. Итак, что мы делаем? Собственно, носочек-то готов. Осталось его только собрать. Берем... Берем, берем, берем... Булавочки. Это так, что видим. Лавки и скалываем. Скалываем, естественно, по изнанке. Все как всегда. Опять же, ежели вы владеете кетлевкой, вы можете это все делать. Вы можете это все делать. Вы можете это все делать. По открытым петлям и кетлевать. Так, мне тут главное не запутаться со мной, потому что... Так, вот эти вот части мы сейчас соберем вместе. Вот эту часть мы соберем сюда. Так, я сейчас должна... Сейчас. Я смотрю, что я буду сшивать в первую очередь. Так, ну что... Давайте-ка я их надену на машинку и сошлю на машинке. Это будет быстрее. Не этим... Не трикотажным швом? Нет, потому что это резинка. И трикотажным швом резинку не собирают. А-а-а. Так, а я сейчас быстро... Машину. Петь, задача не научить вас выполнять швы, а показать на сколько. А, смотри, а если бы... Это ты бы сейчас решила. То есть до этого ты собиралась трикотажным швом? Нет, нет. Речь шла о том, что если бы я делала трикотажным швом, на самом деле резинки... На ту камеру посмотрю. Резинки очень тяжело сшивать горизонтальным трикотажным швом, потому как они... А мы показывали мастер-класс. У нас был мастер-класс, но резинки там пошире. Вот резинка, которая у меня сейчас 2х2, еще и со сменой цвета, она тяжела, потому что надо постоянно разворачивать полотно и стыковать тоненькие-узенькие резиночки, они тяжелы. У меня сейчас нет такой цели, если бы я не вязала такой, то я бы выкрутилась по-хитрому. То есть я бы взяла и провязала, например, ряд кулиркой. Вот сказала бы, что это отделка такая полосатенькая, аккуратненькая. То есть не стала бы я сильно заморачиваться, если это не стоит больших денег. Опять же, все определяется тем, сколько вы готовы средств вложить в это изделие. Средств, я имею в виду, не чисто материальных, а эмоциональных своих. Нет, ну времени. Средства – это время, на самом деле это ваше время, то есть это ресурс. Причем ресурс невосполнимый никак. Здесь же задача – показать необычные носки, но эти необычные носки не должны вязаться 5 часов. Поэтому задача как можно быстрее. Вот сейчас мы вяжем, в принципе, вот уже час ровно. Я считаю, что для носка это очень много. Ну мы тут говорили, тут иголки поменяли. Я думаю, что если бы без этих проблем, то, наверное, быстрее было. Да, да. Минут на 15, наверное, бы уже и закончили. Ну а чтобы побыстрее, вяжите как на конвейере. Две пары вяжете. Сначала вяжете одну деталь в двух экземплярах, потом другую деталь в двух экземплярах и получится гораздо быстрее. Ну булавка Смита, да, это вот как бы из этой серии. Я вообще предпочитала бы, вот у нас тут Марина Мургейс, вот она своим всем, там внука, невестка, еще кто-то навязала всем одинаковые свитера с оленем и с елками. Вот здесь примерно так же связать всем сначала основу, а потом эту основу всю сшивать. То есть это гораздо быстрее получается, когда одну и ту же операцию делаешь многократно. То есть когда разделение по этапам. Сначала об этом говорили. Да, да, да. Нет, так я к чему говорю, что можно на всю семью навязать. То есть не просто одни носочки, а там 15 пар носочков вот всем гостям там или всем, кто придет. Потому что это гораздо быстрее получается, чем если вот пару связали, потом следующую пару, потом еще пару. Потому что сшивать-то все-таки проще. А сшивать на самом деле уже в качестве отдыха сидите у компьютера, либо сидите, кино смотрите, чайок подпиваете, носочек сшиваете. Ну удовольствие, прямо в деле. Ну, к сожалению, на этом компьютере сейчас не настроить, не показать экран, не показать, что у нас навязали на марафоне шарфей, не показать плейлисты. Как-то я вот это не сообразила сделать еще дополнительную закладку. Сейчас мне это не сделать, потому что не будем. Но я напомню о том, что у нас идет марафон шарфей, если кто не знает. То мы вяжем изделия на шею. То есть шарф, шарфей, это вот как бы из этой темы. И на этом марафоне мы готовим необычные изделия, точнее рассматриваем технологии вязания шарфов на примере простых прямоугольных фигур. И если задуматься, то можно увидеть, что здесь очень-очень много логики. И мы с Натальей эту логику попытались увидеть. И когда мы ее увидели, то я вот не люблю, когда все однотипно, все стандартно. Вот марафоны наши все, они были таковы, что вяжем какое-то изделие. Мне очень нравилось. С секретом. Мне очень нравилось. А будет. Непредсказуемый результат. После Нового года будем вязать безруказку, поэтому... Мне вот эти непредсказуемые результаты так нравятся, когда девчонки не понимают вообще, что они вяжут. Мне кажется, это был самый идеальный формат, но... Ну, вот я не знаю сейчас. Он будет непредсказуемым результатом, либо будет предсказуемым. Пока не знаю сейчас. Непредсказуемым был, когда в принципе не знали, что вяжем. То ли это будет игрушка, то ли это зверюшка, то ли это вообще что-то... Нет, так вот марафоны шарфей, это... Если я провела анализ, выяснила, что шарфы – это изделие, которое надевается на шею, и в принципе шарф – это прямоугольный отрез ткани, который надевается на шею. Но шарфы пошли дальше. Они, если их свернуть пополам, то получаются треугольники разной формы. Если чуть-чуть этот прямоугольник подрезает, то получается круг, ну и так далее. То есть вот как бы мы взяли все основные фигуры, и оказалось, что эти фигуры полностью повторяют именно изделия для ношения на шею. И поэтому мы сделали на эту тему марафон. Первое задание – это была отделка. Мы показали, какие основные приемы отделки существуют в шарфах. Второе задание – это мы вязали уже треугольник. Треугольник может быть связан либо вот так, как один треугольник, либо он может состоять из нескольких частей. Это тоже было неожиданно и интересно. И этот треугольник может быть как однотонным, так и может быть с разрезами. И вот бактусы с разрезами – очень интересная тема. На машинке как-то вот никто не вяжет. И для меня это было удивительно. Ой, носочки с прямоугольников. А третье задание… Сейчас посмотрю, где у меня третье задание и так далее было. Так, а что мы делаем там у нас? Я снимаю брусовую нить. Наталья, у нас не видно. Ты ей показывала, что… Да, да, да. У нас в камере не видно, потому что меня там нет. Я сейчас снимаю брусовую нить с того места, где собрала носок. Я сшила заднюю часть. Вот она. И снимаю с нее брусовую нить. Потому что она просто мешает. Как только брусовая нить начинает мешать, от нее надо избавляться. Выдираю. Где она выдирается? Пытка. Пытка. Где? У тебя. У меня нет. Пытка – это когда выдирают без катушки. Вот там действительно пытка. Когда я тут как-то смотрела. Вот теперь мы все это берем и выдираем. и ногу. Так, вы поймите, где я нахожусь? Я ничего не выдираю. Я спокойно снимаю. Так. Споксируйтесь. Пойдем. Потому что даже при наличии катушки все равно захват нити происходит. Если у вас брусовая сама по себе, вы ее, ну, стопудово, стопроцентно захватите и она будет у вас связана в полотно. Придется, можете мне вырезать маникюрными ножницами. Это вот действительно пучка. Вот опять все у меня сбилось. Вот я вроде... Космический аппарат просто какой-то. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, расскажу тогда, что в третьем задании мы вязали уже квадрат. И квадрат был тоже необычный, интересный. В квадрате мы рассматривали возможность создать шаль квадратную по размерам превосходящую вязальную машину. Мы вязали эту квадратную шаль из нескольких треугольных. То есть, как бы, мы геометрию по полной программе туда поставили и показали, насколько это можно интересно и необычно соединять эти полотна для того, чтобы у вас получилось изделие минимум в два раза превосходящее вашу вязальную машину. И смотрелось это органично, как будто бы это связано вот действительно бесшовно. А четвертое задание, которое сейчас выполняют, это уже был прямоугольник. Ну, прямоугольник либо квадрат, это, как бы, в принципе, одно и то же, если стороны... Наталья, а ты где находишься? Так а ты где находишься? Вот. Вот тут. Нежели бы тут, то я возвращаюсь. Вы тут, вы тут, да. Так, потому что я занята своим делом и не знаю, где... Вот четвертое задание в марафоне шарфей это была змейка. Вот змейка, это моя одна из самых любимых технологий, приемов. Я очень люблю пэтчворк и вот... То есть я люблю шитый пэтчворк, потому как я вот вязать-то не умею. И вот змейка, это один из элементов пэтчворка шитого. Когда прямоугольнички накручиваются один на другой, в результате получается вот такое расходящее... То есть возрастающая из центра спиралька с квадратными сторонами. Вот мы показываем в этом уроке три варианта такого вязания. А заключительный пятый урок это будет у нас круглая шаль, которая тоже можно вязать несколькими вариантами. Мы в этом уроке тоже будем показывать. Поэтому, если вам интересен вот этот формат, не где мы вяжем какое-то конкретное изделие, а где мы показываем различные варианты, как это можно связать, но без узоров. То есть узоры вы уже сможете применить сами. Так, а мы тем временем... Видите, я сшила резинку. Она идет по кругу. Я то, что мы с вами надвязали... Выглядит как шапка, да? Выглядит как... Как я даже не пойму, что. Как дырявая тряпочка. Выглядит так она и выглядит. И теперь вот то, что у нас было. Мы раскладываем наше полотно. Вот оно полом. И вот эту деталь, которая у нас выдается в сторону, мы ее накладываем на полотно. От узора до узора, вот. И зашиваем. А где у тебя лицо изнанка? Это у меня лицо изнанка, но вот тут. Это хорошо, что ты мне напомнила. Я уже начинаю просыпаться. Но кофе мне все равно нужен. Кофе это самое. А, я сегодня кофе не пила. Ну как ты не можешь? Так, вот. Вот эту вот детальку, которая у нас... Надвязка боковая, вот она у меня. Я ее загибаю и надвязываю. Наталья, а вот смотри, вот у тебя на рисунке там видны 8 петель или 8 рядов с одной стороны и с другой стороны по эскизу. Вот как бы. Вот покажи, где они. Так вот они, они цветные. Да, да. Вот эти вот полосочки и есть. Вот эти 8 и 8. Ну, не на всякий случай. Я-то знаю. Я за чатом не слежу и не знаю, понятно или непонятно. То есть, девчонки, пока я тут спрашиваю, если не понятно. И это... А, учтите, ежели вопросы пойдут после того, как все будет закрыто, то я вам уже ответить не смогу. Поэтому попытайтесь. Ну, на самом деле, ты же понимаешь, что мы выбираем самые простые варианты, поэтому вопросов они не вызывают. Это тебе не платье вязать. Наверное. Поэтому я сейчас вот этот шов зашиваю. Вот он. Зашиваю руками, не на машине, но так быстрее. Я вот сейчас вспомнила платье тигр. Тигра. Тигра. Да. Это была вот как бы действительно полет фантазии. Я вспоминаю, как мы его придумывали. Ой, на платье достойное. Мне так это понравилось. Вот я говорю, что мы с Натальей поставили себе ограничение по квадратам и стали видеть эти квадраты везде. Просто вот везде. То есть я езжу с блокнотом и зарисовываю пришедшие в голову фантазии, потому что вот я на них натыкаюсь вот совершенно в каких-то неподходящих местах. Я на прошлом мастер-классе рассказывала, что на выставке увидела фарфорового кота в виде капли. Вот это надо видеть. Или баклажана. Вот как бы в виде баклажана, наверное. То есть хвост плавно переходя... Вот голова плавно переходящая в хвост. Ну, где фотография красоты? Да, да, да. Я выложу, выложу. Вот на основе этого... А, ты, наверное, вместе с... Прототип будет показан вместе с тем, что получилось. Да, да, да. Это интересно. Вот. И меня просто поразила вот эта мысль. То есть голова получается в два раза толще, чем хвост. То есть хвост, как у баклажана, такой вот туда переходящий. И на лапках такой стоит. То есть пушистый хвост и толстый кот. И я когда это увидела, у меня просто... Вот это наша свинка. Это будет наша свинка. Потому что вот я увидела в нём вот то, что хотел. И я увидела в нём эти все квадраты. И вот точно так же у нас платье тигра. Я вспоминаю, вот это один из самых эмоциональных для нас Натальи и марафонов. Потому что, ну, вообще просто мы огромное удовольствие получили, когда придумывали. То есть... Ну, у нас удовольствие растянуто во время. Светлана, когда придумает, я когда свяжу. Всё понятно, девчонки. И самое большое удовольствие получается тогда, когда мы смотрим на готовое изделие. Есть такое правило. Если вам что-то не нравится, оставьте на один, на два. Пойдите куда-нибудь там это, голову проветрите. И потом посмотрите трезвым взглядом, отрешённым, как на чужое изделие. И вы увидите, всё вам нравится, либо хочется ещё что-то делать. Вот обычно я, когда такие вещи делаю, эмоции спадают. И ты начинаешь уже трезво смотреть и оценивать. И видишь, боже, как же я могла это придумать? Боже, какая я молодец. Вот это платье тигра, я когда его увидела в готовом связанном изделии, оно меня просто саму поразило необычностью вот этого перехода. Непонятно, где у него начало, где конец. Непонятно, как оно сшито. Оно сильно резное. Да, да. Непонятно, с какого края его начинают вязать. Это было для меня, это было вообще очень эмоциональное платье. Я просто, не знаю, как мне это в голову пришло. И это зацепило, потянуло какие-то другие проекты. Нам захотелось ещё, ещё, ещё. Ну вот, марафон действительно очень интересный. И больше всего мне, конечно, нравится, когда участники не знают, что они вяжут. Потому что в этом случае эмоции действительно… То есть я говорю, ну подумайте, а что мы вяжем? То есть когда мы приглашаем вас приходить на мастер-класс вязание носочков, вопрос, что мы сегодня вяжем, носочки или следочки. Да какая разница? Вот. А если приходит, например, пень берёзовый, что же это такое будет за пень берёзовый? Только в конце концов все узнают, что это будет панамка. Или выходы. Ну, какие-то вот такие вещи. Но, когда мне люди говорят, вы тратите наше время, если бы я знала, что мы будем панамку вязать, я бы не пришла. Да? Но вы знаете, с кем связались, поэтому, как и вы, мы вот такие, да. Да, да. Нам нравится играть. Мы, наверное, не доиграли в детстве. Наверное, наверное. Я утром сегодня, пока тут это завтракала, включила телевизор, и там девушка такая очень эмоционально рассказывала про то, как брать, откуда брать идеи, как вот это вдохновение искать и так далее. Вот вдохновение, говорит, заставьте себя играть. Вот это слово тяжелое, заставьте. Но если вы увидите в том, что вы делаете какую-то монотонную, рутинную работу, какую-то игру, какое-то соревнование или что-то, вот как бы, а какой-то неожиданный результат получится, вы будете получать от этого удовольствие. Вот дети играют. Да, как мы детей есть заставляем, когда он эту мерзкую кашу лопает. А кто быстрее? А я сейчас быстрее тебя съем. А не съешь? А съем? А давай? И все. И ребенок лопает эту кашу не ради каши, а ради того, чтобы сыграть. Вот поэтому мы и любим поиграть и любим вот такие вот мастер-классы, где результат неожиданный. Ну, проект вязания шапок, ну, как бы, ну, шапка будет, ну, будет, ну, какая-то необычная шапка. Ну, будет шапка, вы знаете, что шапка. Или носки. Вот сколько бы мы квадрат не вязали, вы понимаете, что носок получится. А вот если, я думаю, что мы еще пройдем какой-нибудь марафон без этого, без эскиза, чтобы не знали, что будем вязать, потому что, ну, неожиданные результаты, они для многих вот действительно как это приз, который находится в пироге, да, кому счастье выпадет, вот когда, кому пуговичка досталась. Я очень люблю, потому что мы взрослые люди очень часто вот не можем себе позволить поиграть. То есть смотрим, как дети играют, переживаем, что детство прошло, но детство – это состояние души. кто-то переживает, а кто-то – не пачкайся, не ходи, не лежи, не ешь. Я вспоминаю наше детство, когда мы ели, я не знаю, то ли мы были более приспособлены, то ли что, мы ели все, что можно было. Мы ели смолу, со шпал, мы ели какие-то неведомые цветочки, никто не травился, никто не, не знаю, все живы остались, все отлично. А нынешним детям запрещено… Я тебе хочу сказать, я тебе маленький секрет открою. Сейчас дети даются очень дорого. Коляска 15 тысяч, роды там 150 тысяч и так далее. Раньше все было проще и дешевле. Рождались как трава, вот их там 5-6 там это… Гуляли весь день. По гаражам прыгают, Бог дал, Бог взял. Сейчас над каждым трясутся, потому что вот его, просто даже родить его и то целая проблема. И поэтому вот ходят и запрещают. Ну на самом деле и раньше тоже запрещали, то есть разные мамочки были и запрещали, и не запрещали. Тут же вопрос, приходишь домой, где ты была, да, вот в соседнем дворе у Вовки там или у Машки. А на самом деле на озеро все ездили, все вообще на целый день. Поэтому все было так же, родители не знают и им кажется, что они рулят ситуацией. Да, ты меньше знаешь, крепче спишь, да. Ну и отлично. Я спасибо за ваш труд и опыт, с которым делитесь с нами. Вижу давно, но, как говорится, век же не век учись. Ну, понятно. Понимаете, вот приходите к разным мастерам. У них у всех разный подход, у них у всех разные настрои, разные идеи. Не нужно все время, не нужно все время учиться одного и говорить, это самый лучший мастер. Вот самый великий мастер. Вот не бывает самого, бывают разные. Что у нас тут с носком? А что за платье? Покажите. Мне карбид взрывали. Нынешний здесь даже не знаю, что это такое. Платье не могу показать, потому как у меня вот сейчас настроена презентация так, что не дает возможности перейти никуда, кроме как на те места, куда я уже ее настроила. Ну вот что-то у нас какая-то поноска так подпарить надо. На самом деле я хочу сказать, что надо его подпарить. Вот здесь вот можно связать потуже, но не знаю, насколько это надо, потому что натянется носок тогда вообще на полную ногу. Вот прямо скажем, носок на полную ногу. Если у вас ноги полные, идеально на вас будет сидеть. Манекен просто вот плоский. Вот такая плоская нога встречается крайне редко. Я когда надену на себя, даже могу применить. С манекеном одинаковая нога, только у меня она более, более человеческая. Более человеческая, потому что это, конечно, мне не сильно нога. Это имитация манекен. Ну, как бы мне тоже ножка свободна. Но вообще постирать и отварить. Может быть, надо было бы здесь побольше? Да, да, да. Ну, тогда давай рекомендацию, насколько побольше. Так, еще раз. Носок для полной ноги. Если у вас нога не полная, если она, как у меня, манекен тоненькая, и маленькая, вот здесь вот. Подожди, а вот мы когда с тобой вязали, то мне казалось, что мы вот это соберем и вот здесь вот сошьем. Ну, как-то не так получилось. Да. Больше надо было. Надо было больше вот здесь делать. Надо было больше зажимать. Зашим делать больше. Ну, учтите этот момент. Давай расскажи, где вот такая ошибка или не ошибка. Я не могу сказать, что это ошибка. Это не ошибка, это нюансы вот этого носка, потому что, ну, видели, из такого полотна может получиться, еще раз говорю, на полную ногу идеально будет. Вот, посмотрите, оно растянется, будет сидеть просто здорово. Не делайте просто сильно широким. Делайте поменьше след. Вот, видите, он весь. Особенность в том, что он стягивается не вдоль, а поперек. Вот, вверх-вниз. Поэтому его можно тянуть наверх. Сюда он стягивается хуже. Но его опять же стирать и пряжа сядет будет нормально. Делайте поуже резинку. Подожди, резинку поуже. Вот здесь вот больше сборку делать, правильно? Чтобы была сборка больше, надо резинку уже делать. Иначе, вот, резинку делайте уже. Я ее сделала слишком широкой, делайте ее уже. Вот. Вообще, такая штука сядется по ноге обязательно, потому что надо выстирать и дать вырежаться. И она примет свою форму и будет вам служить тапочками. Ну, тебе не кажется, что сложная модель получилась? Она не самая проста. Может быть, ее можно как-то попроще сделать? Может быть, может быть. Может быть, ее стоило бы вязать поперечной резинкой, чтобы она вот стягивалась в эту сторону. А вот в следующий раз свяжем поперечную и сделаем с убавками. У нас же сейчас просто исключительно квадрат был, а в следующий раз мы свяжем уже с частичным вязанием. Посмотрим. Ну, я думаю, что модель имеет место быть в нашей жизни, потому что удачная, реально удачная, надо ее, может быть, немножко доработать. Потому что и так уменьшили, и так она вот в натяжку, но за счет того, что резинка поперечная... А знаешь, а может быть, надо было по ширине просто меньше сделать? А тогда она вечно усаживается совсем. А резинку шире? А шире резинку? А чего усаживать? Резинку шире можно было сделать? Смотри, вот смотри, если бы мы сделали меньше, вот видишь? Идеальная посадка. Вот идеальная посадка. Вот, просто очень глубоко, потому что получилось, что она высоко на ноге, а здесь не нужно такой ширины, как... Ну, видите, резинка, она коварна. Да, да. Может быть. То есть вот то, что у тебя было... Так, два варианта. Либо вы делаете меньше стенки, вот здесь вот не 30 петель, а меньше, убираете. Либо вы делаете меньше резинку. В любом случае, вы делаете меньше либо высоту носка, либо длину резиночки, которая у вас является стяжкой. А также, если вот к этому надвязать вот сюда сам носок, то получится уже как бы носок уже без разницы, какой у тебя там толщины вот эта часть. Да, если планка будет длинная, побольше резинка подлиннее, то у вас будет длинный полноценный носок. Да. Ну, я, конечно, за то, чтобы сделать вот эту часть поуже, и она тогда будет следок. Подключение успешное. Такая модель, она, вот честно говоря, не встречалась с Великой, мне спросили, где-то ее взяла, но я нигде не взяла. Это вот как бы перерабатывали увиденные, и пришла в голову вот такая вот конструкция. Анна Николаевна говорит, на широкую мужскую лапку. На широкую ногу идеально. Вот это именно то, что для многих, многих широкие ноги, я хочу тебе сказать, для многих непонятно вообще, как вязать. Вот эта вот конструкция, она просто идеальна, да. Мария говорит, я много нового открыла для себя. Спасибо, девочки. Ну, я думаю, что действительно много нового откроете. Почему? Потому что мы экспериментаторы. Вот видите, вот мы не боимся показывать то, что у нас получилось. Почему? Потому что нам это очень интересно. Мы вас приглашаем именно в нашу лабораторию посмотреть вместе с нами, сделать вместе с нами открытие. Вот мы сделали это открытие, поделились с вами, сделали выводы, и вы, если будете вязать, если у вас будет интерес, и вам не скучно будет, потому что некоторые говорят, только мне готовую схему отработанную, нет у меня времени на эксперименты. А некоторые любят поэкспериментировать. Поэтому вот мы получили результат, мы делаем выводы. Вы знаете, как совершается открытие? Эксперимент провели, получили результат, проанализировали, внесли изменения, провели результат, то есть провели эксперимент, получили результат, опять проанализировали, сделали выводы и так далее. И так до бесконечности. И мы сужаем вот это поле, где у нас возможные ошибки. И мы выходим на какой-то результат, который, ну, как бы идеальный. Это Нобелевская премия. Вот здесь точно так же. Мы с Натальей провели предварительные эксперименты на образцах. Потом мы связались с вами, получили результат, делаем выводы, что надо то-то, то-то, то-то. То есть если бы мы связали бы эту тапку заранее, мы бы вам показывали бы уже готовый результат, уже бы отработанный. Но нам это скучно, неинтересно. Мы экспериментируем в прямом эфире. Поэтому это, я бы сказала, для стрессоустойчивости. Потому что нужно учиться управлять собой. То есть если вы хотите продавать, нужно обязательно разрабатывать себе стрессоустойчивость. Вот прямые эфиры, в которых непонятен результат, это невероятное развитие стрессоустойчивости. Поэтому всем рекомендуем, тем, кто собирается продавать в дальнейшем свои какие-то мастер-классы, либо изделия, экспериментируйте так, чтобы вас видели, чтобы вы не боялись совершить ошибки. Потому что самое страшное для тех, кто не хочет этого делать, а что обо мне скажут. Девочки, что вы о нас скажете? Скажите, пожалуйста. А вас все равно кто-нибудь скажет. Кто-нибудь все равно что-нибудь скажет. Потому что вот несмотря на то, что что бы мы ни сделали, уже стоят дизлайки. Поэтому, значит, кому-то это уже не понравилось. Ну, мы получили. Можно тянуть сверху шнурком в суставе. Ну, можно, можно. Да тут с ним, на самом деле, можно что угодно делать. Затянуть, можно сюда было сделать планочку и, кстати, веревочкой подвязать затяжку. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что как делают фасоны обуви для разных типов ног, так и есть и носки, подходящие для разных типов ног. Вот этот, ну, идеален для полных ног. Идеален. Потому что он тянется именно в тех направлениях, которые насущны для людей с такими осудовствами. Я считаю, что миссию… Вы генераторы идей. Да, я считаю, что мы генераторы идей, потому что доводить идею до совершенства многие умеют, а вот саму идею, креативную идею, не все умеют. Поэтому, ну, нам это нравится, мы занимаемся тем, что нам нравится. Вот, как бы, ищите себя в этой жизни, и тогда ни дня не будете работать, будете жить в своем удовольствии. Ну, на этом я понимаю так, что мы выполнили свою миссию. И, не знаю, кому понравилось, кому не понравилось, посмотрим, будут ли отчеты или не будут, что получится у вас. Мы поделились с вами экспериментом, надеемся, что вы его восприняли, и будете ждать следующих наших идей, которые мы будем с вами делиться на посиделках по четвергам один раз в неделю. Точнее, два раза в неделю это будут носочки, а два раза в неделю будут шапочки. Потому что, вот, как бы, идей так много, что, ну, одними шапками тоже, как бы, не хотелось бы. Можно было бы еще какой-то рукавички, но рукавички все-таки менее актуальны, чем следочки. Поэтому спасибо за урок и приятную компанию, говорит Евгения. На этом прощаемся и напоминаем, что это наш новый проект, который называется «Одежки для ножки». И с вами были Светлана Амельян, Наталья Микрослава и наши визуальные посиделки «Одежки для ножки». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!